Обычай встречаться накануне Дня Победы в стенах 9-й школы у ветеранов 4-го артиллерийского корпуса прорыва родилась 42 года назад. Сегодня этих легендарных людей уже почти не осталось в живых, а традиция до сих пор сохраняется и храниться будет еще долго. Что написано на этой стеле? Стояли насмерть во имя жизни. Это те наши соотечественники, все граждане Советского Союза, огромной страны, встали насмерть на защиту нашей Родины. Поэтому мы с вами живы. Не сдали Москву, отстояли Москву, отстояли Сталинград, тяжелые бои были на Курской дуге. Все это выставил русский солдат, офицер, генерал. Директор Галина Еркеева вручает почетные грамоты гостям, или лучше сказать, друзьям школы, с которыми у учебного заведения тесное и давнее сотрудничество в военно-патриотическом воспитании молодежи. Торжественная линейка делится на несколько самостоятельных частей. Ее готовят и старшеклассники, и самые юные школьники. И всегда их номера звучат свежо и по-особенному трогательно. Кульминация мероприятия – вынос знамени 4-го артиллерийского корпуса прорыва, возложение к стеле цветов и венка от руководства городского поселения Одинцова. Эта школа носит имя главного маршала артиллерии Незелина Митрофан Ивановича. Митрофан Иванович, кроме того, что является героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, он неоценимый уклад внес в дело укрепление обороноспособности страны после окончания Великой Отечественной войны, обосновав необходимость создания ракетных войск стратегического назначения как вида вооруженных сил. Одной из важнейших составляющих сложившегося за десятилетия в девятой школе стиля работы и взаимоотношений можно считать особое внимание к формированию у учащихся прочной гражданско-патриотической позиции. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.